На часах 9 утра, а в районном управлении труда и соцзащиты на улице Пушкина уже нет свободных сидячих мест. Люди стоят в живой очереди с раннего утра. Говорят, иначе на прием не попадешь. Без 26 я уже выехала с Острякова. Добрый день. Виктор Павлович вас зовут? Козлов Виктор Павлович. Вы ветеран войны? Ветеран войны. Житие осажденного Севастополя. Имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте по 106 и по 339 закону ЗС. Но мошенники предъявили постановление правительства 268, которое говорит, что эти удостоверения недействительны. И в прямом смысле слова в шею выгоняют из транспорта. Говорят, что эти документы недействительны. Я вас правильно понял? То есть у вас есть ветеранские удостоверения, подписанные с печатями и подписанные правительством о том, что вы являетесь ветераном войны. Да. Житие осажденного Севастополя. 106 и 339 закон. Захватили. Я пытался выяснить, но в комосновании сказали, что временные мне дали беспрекословно, а постоянно пойдешь и возьмешь лень на 15 в банке. Я прихожу в банки, а там я должен давать все свои данные. То есть вы по какой-то причине не хотите иметь дело с коммерческим банком? Я получаю пенсию в банке РНТБ. Зачем же мне еще один банк? Ну, правительство создало эти карточки. Это мошенники создали. Их не интересуют, правительные билеты. Их интересуют клиенты. Они набирают клиентов, вот задача у них какая. Виктор Павлович, вам сколько лет? Ну, еще только 87. Ну, только 87. Да, еще только. Понятно. То есть у вас есть какие-то принципиальные позиции, которые вы обладаете? Я когда-то занимался по службе мошенниками. И поэтому, если вы по специальности журналист, вы умрете журналистом. Хотя бы будете поваром работать. Или кем угодно. Думать вы будете, как журналист. Если я занимался мошенниками... Извините... Вы все о мошенниках знаете, да? Немножко. Я на ранг выше мошенников. Вы мошенника не поймаете, если вы ниже рангом. А вы где работаете? В органах? Нет. Я работал в Кременерго. Инспектором. А как же вы тогда мошенниками занимались? Это очень все просто. На это существует учет. На это существуют журналы. И я обязан даже был по долгу службы проверять, сколько вы платите по счетчику. Ну, приблизительно 4,5 рубля. Ну, грубо говоря. Я средний беру. Если вдруг стали выплатить по рублю, это не значит, что вы еще неправильно пользуетесь электроэнергией. Может быть, вы заболели. Может быть, вы уехали. Ну, разные причины. Может, счетчик вышел из строя. Надо продавать. Давайте вернемся к нашей теме первой. То есть, у вас есть удостоверение, вы садились в маршрутные автобусы. Да, и меня в шею выгоняют несколько раз. Вы говорили водителю, что вы являетесь ветераном. Я показываю удостоверение. Все говорят, оно не действительно. Как же не действительно. А вы видели, сколько вам лет? Понимали они, сколько вам лет? Понятия не имею. Ну, может, у них все... То есть, инциденты у вас были, да? Очень много. Почти каждый день. А как же вы сейчас ездите? Я купил удостоверение. Какое удостоверение? Вот продавать берет, такой же, как и у вас. Понятно. Установленного ворота. Да. Накопительное вы вложите туда денежку. Да, конечно. То есть, вы за свой проект оплачиваете. Да. И отказались от правительственной помощи. Нет, я не отказался. Мне отказали. А вы кому-то обращались? Конечно. А кому обращались? В прокуратуру обращался. В соцзащиту обращался. В банк обращался. Какие только... А, в правительство Севастополя обращался. Короче говоря, в какие только есть организации с мая месяца, я езжу, это самое, а льготы у меня, оказывается, нет. Банк, коммерческий банк меня лишил. Льготы, которые мне дало государство, а не банк. Вы же знаете, что очень много севастопольцев, которые достигли пенсионного возраста, они пошли, оформили в МФЦ, оформили эти проездные документы, по-моему, Банк Россия, да? Да, Банк Россия лишили питаться. Получили эти удостоверения, и они спокойно ездят. Ну пусть ездят, а я что, им запрещаю ездить? Я разве вам сказал, что вы не едете? Нет, я имею в виду, насколько мне известно, вы не один в такой городе, который отказался от таких карточек. Вот я об этом хочу, так, льготников в Севастополе 121 тысяча. Человек? Да, 79 тысяч получили эти проездные билеты, а 43 тысячи, не один я, а 43 тысячи. Человек отказались? Отказались. Какая причина, почему отказались? А потому что не доверяют банку. Если вы в банк, свяжетесь с банком, мне юристы рассказывали, что одной бабушке еще только 90 лет, это 2 миллиона банка оказалась должна. Была передача в Москве, Звезда, по-моему, передавала, или Комсовольская... Но это единичный случай. Не единичный случай, нет. Нет. 32 миллиона оказалась уборщица должна. Почему? При приеме на работу она подписала, что она директор банка. И она 32 миллиона оказалась должна. Это, пожалуйста, это в Москве. Так что банк, это ростовщик. Ростовщика доверять нельзя. Они, все банки всего мира, работать надо. Они предлагают услуги свои, которые вам не нужны. Если мне надо, я пойду в любой банк, если мне надо. У меня в швейцарском банке счет. Ну хорошо, а прокуратура, вы объяснили ситуацию, что у вас есть два удостоверения. Они какой-то... Сделали запрос и дали тот же самый ответ, который давал соцзащита. Точно такое. Как Борисенко давал, точно такое они давали. Сидали под копирку. Я вам пока могу показать. У меня куча подшивок этих есть, ответов и так далее. Значит, все, какие организации есть в Севастополе, во все я обращался. Обращался в милицию. По пятницам была передача «Осторожно мошенники». Такая. Я по телефону по этим звоню сразу же. Мне говорят, мы этим не занимаемся. Потом, значит, опять было. Я позвонил в милицию на Щербака. Ну, за базаром там. Пришел, написал заявление, они как будто бы взяли, а в конце концов они говорят, а мы этим не занимаемся. Идите в суд. Я прихожу в суд подать заявление. А в суде говорят, иди к адвокату. Так мы заявление не принимаем. Прихожу к адвокату. Мгновение там. Ну, неважно. При этом судов. Он говорит, пять тысяч. За что? За оформление. Составление искового заявления. Да. Да. Одну милочку. Если проездной билет стоит там 60 рублей, а я должен заплатить пять тысяч. Это же для валюты были, которые 100 рублями по Тверовску зажигали. Приблизительно такие. Ну, а чего вы хотите? Я хочу, чтобы мне по закону дали проездной билет и все. Ничего. Не связаны с банком? А? Не связаны с банком? Не связаны с банком. Или с банком. Именно с этим банком. А, то есть вы хотите в банк РНКБ? Да, я нахожусь, я получаю пенсию, у меня никаких претензий. А, вы получаете пенсию в банке РНКБ? Да. У меня никаких претензий нет к банку. Ну, вы знаете, что это специальная карточка с фотографией, по-моему. Это специально придумано. Это придумано для того, чтобы взять себе клиентов. Их абсолютно не интересует, ездишь ты или не ездишь. То есть вы считаете, что это какая-то афера? Это афера. Конечно, афера. Ну, хорошо, мы проведем расследование и выясним. Пожалуйста. Является ли это афера или это домыслы? Правильно? Ангел Иванович, 260, я сказал, предъявите мне договор и соглашение не дают. Сказали, вызовем воронок сейчас. Ну, смотрите, я лично интересовался этой тематикой и мне было сказано примерно в таком контексте, что все граждане, которые имеют льготную категорию, имеют это, то есть они, бесплатный проезд у них во всем транспорте. Мы захочем приехать. Да. Но. Но. Карточка для чего была сделана? Карточка была сделана еще и для того, чтобы, например, в будущем правительство издало, например, какой-то закон, по которому вам еще какие-то дополнительные льготы или что-то еще. И правительство может, зная о том, что у вас и этот счет есть, и у них эти списки есть, они берут, например, и вам там с чего-то дают какие-то деньги. Вот. Вот для чего это еще было. Минуточку. Значит, у меня и по этому ехал. Субтитры создавал DimaTorzok